Стрех лет мечтала стать учителем, в десять обучала младшего брата алфавиту, а сегодня молодая классная мама для 30 учеников. Маргарита Королева, учитель русского языка и литературы в 65-й гимназии Ульяновска, пришла на работу сразу после педагогического университета в 2013 году. Блестящая от работы в год по профилю, девушка поняла, что ей не хватает общения с ребятами, поэтому взяла классное руководство над пятиклашками. Малыши выросли и спустя пять лет перешли в десятый класс. По словам Маргариты Сергеевны, сегодня бесценно то, что труд классных руководителей оценило высшее руководство страны, поскольку за эти годы она вложила в детей не только знания, но и частичку своей души. Классный руководитель действительно помогает каждому ребенку раскрыть его крылья, а для этого нужно его любить, уважать, чувствовать каждого и всех вместе, понимать и идти навстречу. Инициатива нашего президента Владимира Владимировича Путина – это такой вклад в копилку классного руководителя, это, наверное, радость за то, что наконец-то оценен тот труд. Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отметил важную для государства функцию классных руководителей – воспитательную. Президент призвал ввести для педагогов доплату в размере 5000 рублей с начала нового учебного года для повышения статуса педагогических работников. В Ульяновской области в этом направлении уже есть свои результаты. Региональный закон о статусе педагогических работников на территории Ульяновской области был разработан по инициативе губернатора Сергея Морозова в 2019 году. Суть документа заключается в повышении престижа профессии за счет различных мер поддержки. Сегодня, в частности, очень актуально понимание роли классного руководителя в современной школе. И такая поддержка со стороны правительства и необходима, и своевременно. Но при этом хочется сказать, что в Ульяновской области еще в 2019 году был предложен и принят закон о статусе педагога. И это было, скажем так, первое такое понимание именно роли статуса педагога. Кроме того, Владимир Путин в послании предложил обеспечить учеников начальной школы бесплатным горячим питанием, все без исключения школы страны, высокоскоростным интернетом, и попросил правительство совместно с регионами определить количество необходимых школьных мест. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, Новости Улл Правда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова